Музыка Уважаемые друзья, товарищи, мы находимся в самом пятачке, можно сказать, в самом центре Москвы, нашей столицы, нашей Родины. Я имею в виду той России, которая была в 16 веке, 18 веке, 19 веке, 20 веке, то есть в историческом разрезе. Мы бьемся уже три года о том, чтобы в центре Москвы не пустыли лысые горы, горы, я имею в виду территория, которая не означает ничего. Хотя нет, могу сказать, поправите меня. На Красной площади, которая буквально 100 метров отсюда, там Блаженный стоит, стоит рядом Жуков на коне. И даже мой друг Клыковслава, который автор вот этого Жукова, скульптуры Жукова, хотел поставить вокруг Кремля всех царей наших, плохих, хороших, руководителей государств. Но не успел, ушел с этого мира. И вот три года мы бьемся о том, чтобы в этом месте был увековечен великий труд, великий подвиг наших руководителей. Я имею в виду от царей до советских руководителей, до российских руководителей и людей, которые внесли огромнейший вклад, мощнейший вклад в развитие нашей культуры, экономики, промышленности, искусства. Во все, что лучше может быть в человеке и в его таланте, русского человека, не обязательно российского человека. Мы предложили в честь юбилея, 80-летия победы над Германией, сделать аллею полководств вот на этом месте, где вечный огонь. Я знал лично многих-многих маршалов, руководителей и простых солдат, которые водрузили знамя на Рейхстагу. Поэтому увековечен в этих людей и в тремя тех зарубежных руководителей зарубежных стран, которые тоже внесли огромный вклад в развитие нашей победы. И я думаю, не зря Сталин, правительство Советского Союза, наградил этих людей орденом победы в знак ознаменования. Крупнейшая война 20 века, крупнейшая, где погибло много людей, сработали новые технологии. И оказалось, что русский солдат, русский маршал оказался сильнее всяких технологических новшеств и все прочее. Вот эта непобедимость русского победителя является огромной исторической ролью. Почему? Потому что с самых древних времен, почему так получилось, что мы не захватываем, мы ни на кого не нападаем. Но все западники, все пытались, аж шведского короля, Наполеона, немцев, все хотят почему-то сюда зайти и командовать. И наш русский человек, русский человек, всегда оказывается победителем. Казалось, в бедноте, в разоренном стране, но мы всегда почему-то вот такой человек, особый человек, который победить невозможно. И мы сейчас, теперь вот в сегодняшнее время, столкнулись с этим самым болезнью этого Запада, который норовит, почему-то ему надо съесть по хозяйству. Так случилось, что именно наши предки, предки наши, наши прадеды, отцы, близкие люди посчитали, что это самая стратегическая, перспективная территория, в которой присутствует все, 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 все. Все, тут можно счастливо жить, все иметь, быть здоровым, быть сильным и победителем, и в жизни быть счастливым, если бы нам не мешали эти западные страны, которые норовят поработить. И вот мы сейчас столкнулись с сегодняшним днем, как раз с этой страшной проблемой. Они посчитали, что нас обвлекли в международный глобальный рынок, на который купились наши правители, от Горбачевой и дальше. Вот, и считали, что будут миллионеры, и наше население миллионеры. Но это было заманчиво, но обманушка. Мы включились в это, отдали свои мощнейшие предприятия, отдали свои территории, отдали свои ресурсы, отдали человеческие жизни. Вы знаете, с 90-х годов сколько поколений ушло из жизни молодых, талантливых людей, которые могли быть и Сейковскими, и Бородинами, и крупнейшими нашими художниками, быть королями, курсятами. У нас народ сказочно талантливый, гениальный. И под этот катком западный, который все придумывает новое новшество, технологии, обмана, нас вовлекли в рыночную экономику, втащили. И наши многие чиновники купились, хотели из грязи быть князьями, которых уже многих нет, уже на этом свете. Но тем не менее, она сделали пакостный троплин, куда мы нырнули с головой. Теперь не знаем, как выпутаться. Мы говорили уже много лет, и вы, кто следит за нашим роликом, за нашим выступлением, мы говорили, что тень войны, тучи бродят по Европе, тучи не коммунизма, а тучи войны. И это мы говорили 3-4 года, с чего это связано, от чего мы такое сказали. Мы сказали от того, что Америка самая выдающаяся страна, самая богатая, как бы считают, в планетарном виде. Они сделали долгов на 330 триллионов, мы сказали вам. Хотя бюджет всех стран, ведущих стран, 30 триллионов, в 10 раз больше. Если у Америки годовой бюджет составляется 4 триллиона, и представьте себе, они откладывают каждый год на сокращение этого долга государственного 870 или 770, ну, около 800 миллиардов. Значит, им надо где-то 50 лет, чтобы списать эти долги. Но это невозможно, у них расходы превышают в 10 раз больше их возможностей. И все весь народ, вот этот западный, я имею в виду, их общество, все играют на том, делать долги. Они привлекают сюда африканские страны, индийские страны, китайцев и других народов в свои страны. И как используют трудовые ресурсы. И таким образом ассимилируют, этнически ассимилируют эти народы, населения. И на их детей в будущем вешают вот эти долги. Тут надо разбираться в глобальном виде, потому что затягивают народы других стран. Путин им это сказал о том, что страны капитализма грабят другие страны, и за счет этого создают высокий социальный уровень населения. Привлекательность, так называемая. Тем не менее, они ассимилируют эти населения, и потом создают огромнейшие неподъемные долги, которые будущее поколение будут расплачиваться за вот этот социальный уровень вот этого поколения или этих правителей. По 800 миллиардов кладут каждый год, чтобы расплатиться. Им надо 50 лет, чтобы расплатиться с этими долгами. Понимая или учитывая то, что у них расходы превышают их доходы. У американцев, это ведущая страна, я уж не говорю страны Европы и в целом Запада. Поэтому я не говорю там японцы в долгах, Германия в долгах. И Россия, кстати, тоже 40 триллионов за должность государства. Это огромнейшее на наших рублях. Но мы ведь с вами несколько раз рассматривали о том, наше экономическое положение. Значит, наши доморощенные экономисты, типа Уликаева, Орешкин и все, они дальше носа никуда не смотрят. Кто говорит, то нам Уликаев говорит, вот-вот на дно, вот-вот-вот, через дно, вот сейчас плывем, теперь это Орешкин другое тоже говорит. Вот-вот-вот-вот, нам рассчитаться, у нас инфляция заперехлестывает. А инфляция такое, что они сами поднимают инфляцию до 20%, но рычагов механически, то есть нет классической у нас экономики, законной экономики. Когда инфляция в любой стране, срабатывает другой механизм, где инфляция. То есть рынок должен определять, когда поднимаются искусственные цены, девальвируют этот уровень цен и ниже снижаются. У нас этот механизм не срабатывает. Во всех странах это работает, а у нас не срабатывает. Мы достигаем 20% повышения цен, у нас этот уровень устанавливается, 300, допустим, рублей клубничка. Потом опять поднимает цены, становится клубничка 500 рублей. Потом опять инфляция, опять тысячи рублей. И так поехал и помчал. То есть мы все время опустошаем наш бюджет и особенно фонд пенсии и всех накоплений, которые у нас существуют. Поэтому у нас никто, никто из хозяйственных структур, никто не собирается думать, мы уже много раз на это говорили о том, чтобы вкладывать в перспективные отрасли, в новые технологии, в какие-то долгосрочные проекты, где дают большую отдачу. Мы тоже говорили о том, что достаточно переработка нефти, доллар отдай, 10 получишь. Нет. Тиновника проще по 300 долларов отдавать. Или по 30 центов, я скажу, по-короти, литр нефти. Понимаете? Всем брать 3 доллара за это. Понимаете? Поэтому наши тиновники, видимо, паразитируют на откатах, создают вот эту миллиардную прослойку людей. Теперь дальше. Путин в Кремле награждает героями труда. Какого труда? Наемного труда или социалистического? У нас народ из покойных веков. Живет община. Отдает силы заради общества, чтобы общество у нас процветало, чтобы наши дети были богаты, чтобы братья, дети, сестры были богаты. За это и Матросов, и Зои Космедивянска отдавали жизни за свою. То есть за общество. И эти мы были сильны из покойных веков. Поэтому побеждали, потому что не жалели своей силы, не жалели своей жизни, чтобы наше общество было процветало, чтобы наше общество было богато. А теперь мы не знаем наемные труды. Наши теперь, те, которые заманули нас в этот рынок, чудовищный, задарма купили или просто отдали им предприятия, вышивали наш народ за пределы заводов, фабрик, предприятий и отдали западник. Вот ТЭЦы, ГРЭЦы, крупнейшие предприятия, которые киловатт энергии стоило 2 копейки. Мы теперь платим по 5 рублей, по 6 рублей за киловатт. И прибыль туда уходит. Эти теперь западники хотят удушить нас, рассчитаться с нами пополно. Видят, что общество в раздрае, что не пользуется власть авторитетом, уважением, поддержкой народа. Решили сделать близкрик, захватить нашу Родину. И вот устроили театр военных действий на нашей территории, внутри государства. И говорят, Украина. Какой Украина? Испокойников это было в целом Россия, Советский Союз. И устроили эту бойню, насыщая туда оружие, насыщая туда своими добровольцами. И фактически мы воюем с западным миром, воюем с НАТО. Передача Киеву Ф-16 представляет серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт в Украине. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Президент России отметил, что истребителей, которые планируют поставлять НАТО, постигнет та же участь, что и немецкие танки «Леопард». Танки горят. Несколько танков уничтожено. Это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое. И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и Ф-16. Сомнений в нет. Националисты, украинцы. Какие украинцы? Украинцы сбежали уже. Там остались бабы, да дети, да старики. На средних структурах, на всяких коммерческих структурах сидят и думают, куда мы им скользнули. Я имею в виду, они забыли о том, о классике нашей, марсизм и ленинизм. О том, что западники разделяют влавство, что они хотят где-то огромные материальные ресурсы, а у нас природные огромнейшие. Мы уже давали ролик о том, что только на пожарах нашей Сибири, я имею в виду, леса, заработали теневые структуры. Вы не поверите, 19 триллионов рублей, это чуть ли не наш бюджет, понимаете? Специально подожгли и теперь его вывозят спокойненько, все, понимаете? И так вот на таких создают глобальные проблемы те чиновники, которые сидят у власти, не тем или иным путем, путем заработать огромные ресурсы. Мы говорили, что легко-легко изолировать все поставки, чтобы они не попадали на нашу землю, на нашу территорию, сделать клещи с Белоруссией и с Молдавией. У нас там 52-я армия, огромнейшее оружие, огромнейший состав войск, 52-й Глебеди. И закрыли границы, все, захлебнулась бы эта уже война с первого раза. Второе, мы давали предложение о том, что, говорили о том, что западники, обрагались западникам через наш ролик. О том, что они затеяли пустое дело, бойню с Россией. Россия – это бастион, огромнейшую территорию имеют. В том, что у них огромные ресурсы, человеческие, природные, когда они могут перестроиться. И не понимают потенциал русского человека, российского человека, который вырос на общине, на братстве, на близости. И им всякое наемничество не идет. У нас спокойно идет за брата, за товарища в войне. И воюет, это уже генетически, формировался боец, настоящий боец. Да, однако же, наши вот эти все либералы, демократы, от Новодворской до Жириновского, навязали им новую форму. А настоящие военные, профессионалы, которые у нас выпускают годами, 30 лет, всякие академии, всякие военные училища, боевые, которые воевали в Югославии, да и других точках, в Сирии, в Афганистане. Второе. Мы говорили, что у нас огромное оружие есть. Я имею в виду Буран, который создали наши светилы, гений, космический центр. Бакланов там, я имею в виду, Мытищинский завод, Южмаш и другие. Воронежские, другие. Красноярские. Я уж не буду по именам говорить. Вот. Создали, которые могли взлететь. И взлетели, и все угомонились за один день. Я знаю его потенциал, мне Бакланов сказал. Потенциал Бурана. Нет, специально устранили этот Буран. Не надо этого Бурана. Надо пушками, пулеметами, пистолетами отстреливаться. Ну, что за чушь. Хотя Буран в комплексе решал все проблемы. И пушки, и танков, и ракет. Значит, кто это у нас присутствует и заинтересован. Чтобы этого не было Бурана. Также у нас и хотели в свое время уничтожили Ту-144. Также многие у нас паритетные были технологические новшества. И у нас вовремя их зачищали. Значит, пятая колонна работала. Много роликов посвятили вот этому анализу, что наше вот это сегодняшнее состояние, это вызвано экономической дебелью, можно сказать, всех цивилизованных стран, поскольку влезли в долги будущие поколения. И ответственность, чтобы уйти от ответственности, они разыгрывают это бойню, войну, которая бы позволила им списать эти долги бесплатными ресурсами, которые есть в нашей стране.